Телевизионный журналист Телевизионный журналист Телевизионный журналист Забегая вперед, что, ну, понятно, карьера у всех по-разному складывается, вот, но кроме журналистской деятельности я сегодня активно сотрудничаю с такими, может быть, вам известными клубами, как Изборский, Сретенский и Приображенский, особенно два последних, и совсем последних, Приображенский. Он создан недавно, вот, отличие последнего, ну, по названию Приображенского от того, что там активно вовлечено духовенство в лице их лучших представителей, в частности, митропоэта Кирилла Ставропольского и Немномысского, который неделю назад был назначен Патриархом Московским, уполномоченным от Русско-Православной Церкви по взаимодействию с Министерством обороны. Есть инодальные отделы, это одно, а есть конкретные уполномоченные. Я с ним разговаривал на днях, вот, огромное количество проблем, он, вот, непосредственно вовлечен в ту работу, о которой мы сейчас говорим, причем вовлечен в самых разных таких гранях, в частности, он, например, сказал, что вот только у него в епархии погибло два ярмонаха, один приходской священник, и никакого основания для помощи семье, например, нет, потому что они просто исполняли свой духовный и пастырский долг, но не воинский, они не могли брать оружие, поэтому есть проблемы бытовые, например. Потом погибло у нас там, по-моему, семь священников. Вот, сегодня в действующей армии четыре полноценных подразделения казачьих, корпус Восток, Дон, Кубань, Платов и еще формируются. То есть, непосредственно вот его люди воюют. И он единственный архиерей, который посетил длинное соприкосновение, причем он вместе с мухтем ездил. Вот такая, вот просто это все вот конкретно происходит сейчас. И главная задача этого клуба и тех интеллектуалов, которые там трудятся, это выйти на научный уровень обсуждения темы выработки образа будущего. Куда мы идем, что мы строим, с чем мы идем на Украину, это очень сегодня болезненный вопрос. Вот буквально сегодня, ехав в поезде, я открыл там Пригожина, 12 пунктов опубликовал, и там, значит, четко сказано, мы должны сказать, за что мы воюем. Мы должны взять, города называются, вот, а, значит, с пропагандистской точки зрения я могу сказать, вот хорошо, вот мы приходим, ну, на русские, на русские откровенно территории Украины, это понятно, а дальше? Мы что им должны говорить? Давайте сделаем, как в Крыму, или давайте сделаем, как в Грозном? Это не идеологемы, это не пройдет. Вот, а, конечно, там мозги запудренные, русский мир, Россия, русская православная церковь. Вот, рассматривая вот эту всю ретроспективу того, что происходило сегодня, вот, с точки зрения, там, патриотического осмысления происходящего, то, что говорят интеллектуальные, не говорят интеллектуальные, было совещание, несколько клубов собиралось, администрация президента пыталась, так сказать, нас как-то, там, что-то такое, собрать всех вместе, чтобы что-то получилось, ну, каждый, правда, говорил о своем, но, тем не менее, сборский клуб выпустил доктрину идеологии правды, может быть, вы как-то слышали. Там текст, правда, очень афористичный, он такой специально ненаучный, с тем, чтобы их не упрекали в научности и в политологичности. Так там, собственно, проанализировано, в первую очередь, вот, то, с чем мы сталкиваемся, наши, как бы, оппоненты, наши враги, наши, ну, в общем, непримиримые враги. Так вот, главными целями в доктрине СБУ, написанной, естественно, в Центральном развитии направлении Соединенных Штатов, там сказано, что главное направление нашей деятельности – это разрушение русского мира, русского языка и русской православной церкви. Это официальный документ. То есть, получается так, что в последний год руководство страны, ну, понятно, что президент, способствовало принятию нескольких важных документов, которые после их принятия куда-то, буль, так сказать, куда-то они ушли, о них, может быть, даже и вы уже забыли. Значит, ну, первая – доктрина информационной безопасности, где сформулирована, значит, необходимость противодействия, там, стереотворному влиянию, деструктивным идеологиям, фальсификация истории особенно. Вот, затем основа государственной политики по укреплению и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Была принята гуманитарная, я называю это гуманитарная доктрина, это то, с чем мы идем, как бы, вовне. Там тоже много написано о русской идентичности, о том, что мы должны продвигать наши ценности. Значит, замечу, что когда я учился в университете, на международном отделении, задача вот именно МГУ, в отличие от МГИМО, была такова – нас готовили для пропаганды отсюда туда. То есть, вот, собственно, мы должны, по идее, владеть, ну, я как-то, наверное, что-то владею, организовывать вещание, информационное воздействие с территории, там, значит, Советского Союза, Российской Федерации, на туда. Так вот, каналов сегодня этого воздействия сегодня практически нет. Их просто нет. И когда мы задаем вопрос, а кто принял решение из-за экономии электричества свернуть вещание на коротких волнах, которые достались нам после второй мировой проституции, это то самое навещание. Эти люди сегодня занимают серьезные должности. Мы их знаем. Называть не будем. Потом назовем. Вот, то есть, ну, да, кто-то им дал команду, они это сделали. И получилось, что она, вот, мы ехали в машину, тоже обменивались мнениями, что сегодня на коротких волнах на Украине не слышно ничего. Можно отъехать, там, заветский посадка, как я шутил, и все. FM не ловится, передачки не очень мощные, FM-овские, но они дорогие, во-первых. И все, точка подвеса низкая, и там вакуум. Они этим воспользовались. Интернет отрубили, YouTube отрубили, и все. Что спутниковое вещание доходит не везде, СБУ уходит, собирает, которые на юг направлены. Все это вы знаете. И получилось, что с пропагандистской точки зрения мы, как бы, информационную войну проиграли. Или проиграли на первом этапе ее, как всякие анекдоты есть на эту тему. Так вот, что же делать? С одной стороны, есть два направления, как я уже сказал. Есть вещание вот на сопредельной территории. Я, в первую очередь, называю это Украина, Белоруссия, Казахстан. Вот три территории, на которых надо бы как работать. Ну, а в первую очередь, надо работать, собственно, на себя. То, что началась операция, я с большим воодушевлением это все, простите, узнал, как и все мы внезапно. Потому что это обнулило многие процессы, против которых мы боролись. И я боролся, и мои коллеги боролись. Либеральная, так называемая, доктрина организации информационного воздействия или работы, она рухнула. Но прошел вот год сначала специальной военной операции. Какие-то вещи обнулились, кто-то уехал, кто-то, значит, закрылся, кто-то замолчал. А новая система не была построена. Есть доктрина, она называется национальная просветительская медиаплатформа, которая формулирует задачи, которые, по идее, должны решать выстроенные с точки зрения национально-государственных интересов средства массовой информации. И вот в моем лице наши оппоненты видят очень неприятного собеседника, который доказывает, что современные наши медиа, они эту задачу не выполняют и выполнить не могут. Значит, по своей биографии, если вот то вопросы буду задавать, я начинал в программе «Время» в международном отделе. Прошел от редактора до ведущего программы «Время». Была кнопочка «Страна», нажимаешь, а там только не сейчас 70 миллионов, а было 140 миллионов. Это другая аудитория. Вот, потом много документальных фильмов, проектов, всяких программ, идей, доктрин. Вот, и все это время я не, как-то не уходил от такого теоретизирования. И даже сегодня, после открытия моего отделения, ранее закрытого отделения международной журналистики на факультете, журналистики в МГУ, меня пригласили туда читать спецкурс, ну, назовем это авторской мастерской по международной журналистике. А до этого была историческая публицистика. Я так буду, немножко так, монтажно вам какие-то тензисы говорить, чтобы потом можно было вопросы задавать. Почему я начал, предложил, точнее, своим коллегам на журфаке заняться исторической публицистикой? Потому что сегодня это самый действенный, самый сложный, самый энергоемкий жанр, который только присутствует сегодня в журналистике. Вот, например, сделать репортаж, посвященный Орловско-Курской битве, что, собственно, я когда-то и делал с Алексеем Денисовым в рамках программы «Русский мир». Но это большой труд, это, конечно же, поднимать хронику, нужно снимать каких-то свидетелей, тогда они еще были в 95-м году. Я не забуду никогда, это был герой Советского Союза, танкист, который четыре танка поменял под собой. И я никогда не знал, что, он говорит, мы подъезжаем, танк стоит, зашли, ну, нас подбили, мы вытащили оттуда задохнувшихся танкистов, сели и поехали. Я говорю, а почему задохнувшихся? А потому что в Т-34 плохо работала вентиляция, и люди от угарных газов и выхлопных, и вот пороховых газов просто задыхались, теряли сознание, и кто задыхался, тот сознание терял. То есть мы проветрили, завели и поехали. О, как! Такое, кто вам такое расскажет? Только человек, который вот непосредственно воевал. И самое главное, что в исторической публицистике и в патриотическом воспитании, потому что это процесс один и тот же, воздействие на сознание. Любая фальшь, халтура, неискренность, фига в кармане, материальные мотивы, это то, что мы с вами говорили, да, про известную вам организацию, я там с коллегами обменились. Как только возникает конъюнктура, народ это сразу чувствует. Потому что очень много сегодня после специальной военной операции людей решило попиариться на этой теме, почувствовав, что если они сейчас скажут, что раньше Крым наш, а сегодня, значит, Донбасс наш, то все будет хорошо. Они получат гранты, значит, почести, доходы, уважение. Не прокатило. Вот Крымская весна, она, вот этот консенсус крымский, он вот прям на глазах так таял, 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 его свели практически на нет. А вот когда начался уже донбасский вариант, уже нашим, так сказать, оппонентам, либералам возражать было практически нечего. Потому что мы имеем дело с сакральными темами. С сакральными темами это народ понимает, что мы продолжаем то, что вот здесь на стенах висит. То есть продолжается вот то самое сопротивостояние, которое было в Великой Отечественной войне. В окопах же люди не называют их бандеровцами уже давно. И там киевский режим, как у нас в эти режимы. Это немцы. Для всех это немцы. И это вполне естественное такое, вроде бы, для тех, кто занимается этим вопросом, такое явление. Это такой средств массового сознания, который четко позиционирует вот наши отношения к этой войне. И, ну, какое наше? Это тех людей, которые укоренены в вот том патриотическом чувстве. Это, как правило, люди, ну, в возрасте, скажем так, которых правильно воспитывали. А вот умы ни в чем не твердые, отравленные ТикТоком и всякими безобразиями, конечно, они нуждаются в работе с ними. Но нет ничего интереснее отечественной истории, нет ничего интереснее аналогов. И вот проработав еще очень много лет на телеканале «Спас» бывшим его руководителем, я, светский человек, приглашен патриархом заниматься этим. И идея, которая заложена, была предложена мной, и она такая же, как вот для национальной просветительской медиаплатформы, она выглядит следующим образом. Сегодня можно привлечь публику, аудиторию, только если вы оперативно интерпретируете актуальные факты, события и явления с определенных и четко заявленных позиций. У блогера нет позиции, он никто. А если за этим стоит корпоративный, ну, например, там, не знаю, «Газпром», неважно, как мы к нему относимся, или государство, тогда это будет восприниматься и служить. Ну, кстати, исследования последние показывают, что молодые люди после начала специальной операции стали смотреть государственные телевидения. Потому что это, ну, вполне естественно, этот источник верифицирован, ему можно верить, больше никому верить нельзя. И то, там есть поправки. И вдруг выяснилось, что этого все равно мало, позиция, она должна быть еще нравственно выстроена. Так вот, если продолжить эту мысль, актуальные события с позиции национальных государственных интересов, как мы это понимаем, тут надо еще заявить, как кто их понимает. У нас на патриотическом, так называемом, фланге спектр большой понимания от монархического, желто-бело-черного до откровенно красного с серпом и молотом. Я ничего про с серпом и молотом не имею, как бывший член партии Советского Союза коммунистической. Но в непримиримость внутри разное толкование, и главное, что мотивации очень сложные. Есть людей, которые что-то говорят. Тут надо четко себя представлять. И здесь, опять-таки, вернуть неискренность очень можно. Если она вдруг имеет заложено где-то внутри, то это будет очень плохо. Так, еще продолжим. С опорой на традиционные, консервативные, духовно-нравственные ценности и православные, в первую очередь. Ну, традиционные, в данном случае, мы с удивлением увидели мусульманскую составляющую в этом. Православное понимание этических и моральных норм. Вот тогда будет успех. То есть люди должны понимать, что источник, укорененный в традиции, имеет право людям объяснять, что происходит. Тогда и будут верить, и тогда, ну, скажем так, информационное воздействие будет другого уровня. Назовем это пропагандой. Слой пропаганды нет ничего плохого. Есть манипуляция. Это когда наши противники, обратите внимание, они обвиняют нас сейчас в том, в чем мы пытались их обвинить раньше. Национализм, фашизм, значит, сейчас такое модное слово, этнофилитизм. Это то, в чем мы обвиняли греческих, значит, греческую церковь, точнее, в Берфоломея, Константинопольского патриарха, который говорит, что только греческое богословие самое правильное. И только мы имеем право судить, а вы-то никто ничего не понимаете. И мы обвиняли его в этнофилитизме. Сегодня патриарх Берфоломей обвинил нас в этнофилитизме, который всему миру навязывает доктрину, вы не поверите, русского мира. Он так прямо и сказал, что доктрина русского мира, это вот, значит, мы вот навязываем всем, что-то такое. Поэтому они запрещают русскую культуру, причем очень синхронно на разных языках, от Берфоломея до президента Соединенных Штатов. Все это вот одна компания. Вот я вам говорил про факультет журналистики, который закончился в 1996 году. И как-то так поднял там конспекты, вспомнил что-то, все, что говорили нам преподаватели, которые работали с нами по пропаганде, внешнеполитической пропаганде, спецкурсам по работе на соотечественников за рубежом, по организации вещания на сопредельные территории, на зарубежную аудиторию, на разных языках. Все, сто процентов, просто вот одно и то же ничего не меняется. То есть те знания, которые были накоплены, они были просто отложены, частично утрачены. Вот сейчас, например, учат преподаватели на журфак, вашу покорную слугу, так сказать, попросили хоть что-то сказать в рамках хотя бы, значит, мастерской. Потому что набрали только что первый курс. Пока два года будет раскачка, а потом вот основные предметы потом. То есть очень много утрачено. Но, тем не менее, на один телевизионный, на один медийный проект собрать людей можно. С одной стороны, может быть, вы хотите услышать от меня какие-то там, не знаю, рекомендации. Я могу посплетничать, конечно, немножко. Но я буду все равно... Вы меня когда-то перебиваете, вдруг поднимаете, то я могу не остановиться. У меня опыт большой, так сказать, разговоры бесконечно. Вы очки-то сняли. Да, конечно. Да, значит, но это какое-то... Все-таки мы сняли их, потому что мы икровушкой умылись. И это правда. Это нормально. Да, по-другому совершенно не бывает. Но очки-то мы сняли. И что мы увидели? Что потенциал очень ограничен. Надо работать. Понимаете, вырастить вот такого персонажа, который перед вами сидит, нужно очень много денег, времени и усилий, да еще, чтобы правильно учили, и чтобы он потом не сбежал никуда. Мои же коллеги... Очень много корешей уехало. Потому что меня вот обвиняли, что я там почвенник, что я, значит, патриот. То есть ругательные слова были. И тебя пикировался с такими персонажами, как Егор Яковлев, Александр Николаевич Яковлев, очень известный, значит, руководитель Останкина тогда. И все началось, что там у вас висят флаги. Значит, вот за мою активность в Сербии, в Приднестровье были большие скандалы. И первый фильм, который показывает, что в Приднестровье никак учат, значит, в газетах демократических того времени, это был 92-й год, весна, что в Тирасполе, значит, коммунистов, а в Кишиневе демократы. А когда мы приехали, там все было совершенно не то. И навязывание румынского языка, что произошло вот недавно, было поводом для войны. Именно навязывание румынского языка. И был у меня случай, значит, мы стоим на мосту через Днестр, снимаем на камере программы «Время», значит, снимаем, а они так не хотят со мной разговаривать, рабочие. И оператор говорит, ну, пойди, пожалуйста, там вот панораму сними, значит, какие-то общие планы, а я поговорю с мужиками. Выяснилось, ну, вы, говорит, из программы «Время», я говорю, ну, да. Ну, тут, говорит, а почему не хотите со мной разговаривать? А тут, говорит, приезжал от вас один дядя, я говорю, да, и что? А он говорит, а какие проблемы? Вы, говорит, румынский язык выучите, и все у вас будет хорошо. Я говорю, как интересно, а как же его фамилия? Меня назвали фамилию. У-у-у, не назову я вам ее, потому что вы меня будете цитировать. Это очень известный сегодня телевизионный журналист. И очень популярный. Вот так. Да, конечно, конечно, да. Поэтому, вот, многие говорят, там, называют всякими грубыми словами людей, которые сидят в кадре сегодня, да, вот они там пропагандисты со всякими эпитетами нехорошими. Потому что публику обмануть очень трудно. Она в глаза видит и смотрит, врет собака. Потому что гонорары большие получает. Мы ему не знаем, какие, но неважно. И таких людей, и поэтому, к сожалению, государственное телевидение много теряет. А война обнулила вот этот вот, значит, рекламный рынок практически рухнул. Развлекательные программы смотрятся весьма странно. Иностранное кино смотрится странно. Но если еще более-менее, у меня язык не повернется, что-то сказать плохого или критического против ВГТРК. ВГТРК, 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 частично первый канал, а остальные, простите. Вот я работал на канале «Спас». Задача была вести миссионерскую деятельность. Ну, тоже я как бы не буду ничего плохого говорить. Я скажу так, канал «Спас» не хороший, не плохой. Он другой. Он просто другой. Потому что они подписали контракт с рекламным агентством. И рекламное агентство, форматизировав эфир, поглотило и я. То есть это такой же индустриальный канал, как и все остальные. У нас средства массовой информации. После принятия либерального закона о СМИ, это были начала 90-х годов, все являются коммерческими предприятиями. Если посмотреть устав, там написано «излечение прибыли». Ну, можно перевести любыми способами. Вот они любыми способами и изгаляются. И вдруг случилось страшное. Рекламный рынок рухнул. Его нет. Практически его нет. Вот телемагазины, которые сейчас опять вернулись, это низшая стадия развития рекламного рынка. Очень агрессивная и, кстати, очень показательная. Вот если вы посмотрите, какие телемагазины, вернее, что показывают в режиме телемагазина. Знаете, по минуте там всякие кастрюли рекламируют или какие-нибудь приборчики для слабослышащих. На разных каналах уровень разный. А вот на «Спасе» это фактически реклама для бабушек с менталитетом 15-летней дурочки. То есть это совсем для... И получилось, что канал перестали смотреть. Там перестали появляться программы, которые были в свое время. Не потому, что я хороший и умный такой, а там сейчас пришли сволочи и идиоты. Нет. Не формат. Есть такой анекдот. Значит, к воротам рая Константин Львович Эрнст подходит. Апостол Петр выходит. О, Константин Львович, вы к нам? Ну да, я как бы хотел. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы не наш формат. То есть форматизация эфира – это страшная вещь. Вы, может быть, ее не знаете, как это работает. Вот почему, например, сериалы идут. Вот камни будут с неба сыпаться, специальная военная операция будет. Может быть, чуть-чуть скорректируют содержание. Но вот эта вот линейка, вы этим никуда не денетесь. Потому что она же все, там же договора, обязательства, значит, неустойки на несколько лет вперед. Что вот в это время должен идти сериал. Хорошо, хоть там не пишут исторически, там, или Склифосовский, или еще что-нибудь. Или Шаляпин, неважно. Вот. Но это, ладно, сериалы. И еще отечественные. Тут хотя бы можно что-то повоздействовать. А на других каналах? Откроете, например… Да, есть такое еще понятие мультиплекс. То есть первые 20 каналов бесплатно, которые распространяются. Первые 10 каналов, они не платят за распространение сигнала. А другие 10 каналов платят за распространение сигнала. Например, Спас платит. Господи, помилуй. 1 миллиард 300 миллионов рублей в год. Русская православная церковь. Должна платить. Должна платить. Ну, слава богу, дали дотацию, там, спасибо Мишустину. Церковь от этого. Как Святиши говорит, Боря надо добиться обременения, снятия обременения в сплостном церкви за содержание канала. Ну, неважно. То есть, это, если он, денег стоит больших. Так вот, это государственная политика. Кто входит в эту 20-ку, а кто не входит. Были конкурсы. Мы, кстати, конкурс выиграли у канала «Дождь», который бился за эту 12-ю кнопку. Так вот, вопрос. Зачем сегодня... Нет, я не с этого начну. У нас 4 региона введено в военное положение сегодня. Там работают наши коллеги-журналисты, телекомпании, радиокомпании. Они малюсенькие, вот такусенькие, нищие, голые боссы. Почему нельзя временно приостановить действие закона о защите авторских и смежных прав, чтобы эти люди могли просто из интернета, грубо, скачать фильм «Отец солдата» Мосфильмовский и показать его? Или на радио Чайковского? Потому что права-то исполнительские у Валерия Беславовича Гергееву, но Гергеев отдаст, ладно? Ну, там же много всего разного. Не надо иностранных фильмов, иностранных исполнителей. Вы знаете, и когда я спрашиваю у нас депутатам, они так говорят, ну да, вроде как вы все понимаете. Ну, давайте сделайте запрос. Давайте приостановим, потому что военное положение... Кстати, если было бы введено военное положение на территории Российской Федерации, то тогда средства массовой информации могли делать, что хотят. А там почему-то этого не происходит. Так вот, вот я когда упомянул закон о СМИ либеральной, у нас нет доктрины национального телевидения. У нас есть как бы вот то, что я бы назвал, законы, подзаконные акты, основные направления. Но что такое национальное телевидение, вам никто не скажет. Потому что вопрос страшный. Это то, что продвигает ценности, смыслы. А кто будет их продвигать? Коммерсанты, которым нужно прибыль извлекать. Это невозможно. Это по-прежнему невозможно. В Китае, например, у них 9 или 12 государственных каналов. Даже по году они сделали круглосуточный канал. Значит, интересно, они там здание построили замечательное. И был у них национальный конкурс на ведущих. Ведущих же по-разному подбирают в эфир. По-разному. Так вот, там был национальный конкурс. Потому что они понимали, что те мальчики, юноши и девушки, которые сидят в кадре, это лицо страны. Вот перед вами сидит лицо страны. Я шучу, чтобы вас развеселить. Я студентам говорю, а я вообще эпоха. Все пугаются сразу. Дело в том, что на мне закончилась эпоха советского телевидения. Я вел новости в ночь с 18 на 19 августа 1991 года. Что, собственно, меня и спасло. Потому что я работал сутки трое. И те, кто работали после меня, были все уволены потом. За сотрудничество с преступным режимом. О, как. Ну, я сейчас это, байки я долго не буду рассказывать. Что только не было. Вот. Но государственной политики нет. Вопрос. Зачем сегодня в ситуации специальной военной операции работает канал ТВ-3 в скобочках первый мистический? Откройте газету, посмотрите программу передачи. Что там идет? Чьи фильмы там идут? Тут уж не мистически, ладно. Это в основном иностранное, американское производство. Почему нельзя? Я, так сказать, может быть, какие-то простые вещи скажу. Хорошо. Военные фильмы, исторические программы. У нас ведь канал истории, который вот Алексей Денисов, мой друг, возглавляет, он же не в мультиплексе. Он в кабеле. Он на вот эти на усы не ловится. И в добровольном принудительном порядке не распространяется на территории Российской Федерации 98% охват населения. Зачем вот это все продолжается? Ответа нет. Глазки долу. Еще один вопрос. Есть такой замечательный канал общественной телевидения России. Иконы нет, я перекрестился. Это вообще нечто. Когда Анатолий Горьевич Лысенко создавал канал, его спросили, «Какая у вас доктрина?» Он молодец, большой. Он сказал, «Ну как же, вот зрители будут писать нам письма, и вот из этих желаний мы сложим нашу доктрину». Молодец. Хорошая комсомольская школа. Вот, молодец. Браво. Я сам старый, не старый, вернее, тогда еще молодой, был комсомолист. То есть я понимаю, о чем я говорю, какие методы работы были, очковтирательства, демагоги. Кстати, вот у меня все мысли, мысли, так сказать, они приходят в голову. Василия Макаровича Шукшина спросили, а ведь он умер давно уже. Кто герой нашего времени? Шукшин, великий человек. Знаете, что он сказал? Он сказал, демагог. Герой нашего времени, демагог. И он в 90-х годах, вот они все стали ломами, лидерами общественных мнений. Так вот, общественные теннии России единственное, кроме культуры, канал, где реклама запрещена законом. Слава Богу. И больше нет. Значит, там другое руководство, там сейчас Игнатенко Виталий Никитич, замечательный наш журналист, бывший вице-премьер, руководитель ТАССа, спич-райтер Горбачева. Все хорошо. Вот. Я спрашиваю там людей в администрации, я говорю, а вот вы что, собственно, хотите? Вот как, вот как? Вы в глаза будете людям смотреть. Ладно, там месяц, два, три, там денег нет. Я-то знаю, что все вранье. Деньги есть, и бюджет там есть хороший. Вот. И сейчас там сменилось руководство, ну, в техническом плане сменилось. Караш Шахназаров пришел, значит, возглавляет наблюдательный совет. Поэтому кинопоказ на канале вот один из лучших сегодня. То есть там отечественное кино, все. Ну, может, вы в окно посмотрите, или, так сказать, новости посмотрите. Причем кино, там, мировые шедевры, дух, все замечательно. Значит, соответственно, получается, что общество или общественность, она получает, там у них доктрина, нет, есть, конечно, положение, но они в уставе, у них нет, есть устав. В уставе написано продвижение, продвижение, ну, в общем, позиции или как-то понимание гражданского общества. Вы знаете, что такое гражданское общество? Я не знаю. И вы будете очень долго мучиться, чтобы сформулировать, что такое в России гражданское общество. Мы с общественным мнением это не разобрались. Вот. И они продвигают. И как потом выяснилось, там в совете по, значит, там есть такой общественный совет при канале, там люди из общественной палаты, которые НКО занимаются, правозащитной деятельностью, там вот они, значит, с окружающей средой, с окружающей средой развивают. Сейчас, кстати, есть очень, оно, специальная военная операция прервала эту тенденцию, так как инагентов, так сказать, поприжали, и есть такое понятие градозащита. Ничего не слышали? Это общественники, которые, значит, вот экологию вроде как сложно к политике притянуть. Вот давайте будем бороться против помоек, против, значит, дырок, значит, вот на дорогах и продвигать раздражение населения по отношению к власти. Это называется градозащита. Да, это все финансируется достаточно плотно оттуда, разными путями, вот, не знаю, как вот в регионах, это в Москве, так были попытки, но быстро по башке надавали, все успокоились, вот, потому что в Москве против Совета очень трудно что-то сказать, потому что больше, чем он, по-моему, никто не сделал. Ну, Лужкова тоже не будем забывать, но, во всяком случае, тут безобразия таких откровенных нет, а мелочи, они тонут, конечно, тем, что там происходит, неважно. То есть люди не как бы не сидят, сложив руки, они что-то делают, но такие специалисты, как я, они неприятны тем, что мы знаем, что, уважаемые наши коллеги, на уровне управления прессой, управления культурой, работы с молодежью, могли бы сделать, но сознательно, сознательно, этого не сделали. Вот, как-то в свое время я в разных, так сказать, редакциях работал, и там, с претензией на патриотичность, вот, вроде как бы все хорошо, все, так сказать, иконами обвешались, значит, праздники празднуют, речи говорят, поздравляют друг друга, значит, со всем, чем можно, вот, а что-то вот не то, вот не работает, и все, и молодежь, это не, 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 не вштыривает, это все, то есть, им это не интересно, не трогает, потому что они не объясняют, а, а что, а что дальше, вот, когда демографы стали разбираться, в мотивах, почему у нас проблемы демографические, вот, был, вроде, всплеск, там, в нулевых годах, вон, как раз все ушло, и сейчас опять проблемы, вроде бы, как материнский капитал, там, что-то, какие-то там, квартирный вопрос, может быть, можно решить, может быть, частично можно решить, выясняется, ничего подобного, люди рожают один, два для себя, и потом все заканчивается, потому что они не видят, зачем, они не видят образа будущего, нет порыва, нет идеи, нет миссии, и вот, когда, ну, я сейчас не могу, не хочу забегать вперед, там, ну, представьте, что вот, когда-то вот это все закончится, и Россия выйдет из конфликта, так, как вышел Советский Союз в 45-м году, а точнее, в 57-м, то есть, фактически, вот, что произошло в Москве, когда приехал Си Цзиньпинь, ну, мы до конца не знаем, что там все было, конечно, да, но по реакции оттуда, мы видим, что для них это приговор, если сегодня говорили о коллективном Западе, то сейчас начали говорить о коллективном Востоке, куда подтянется Иран, Индия, возможно, еще там кое-кто, поэтому, будет все обостряться, вот эта вся истерика, о которой все говорят, я не буду, конечно, комментировать никакие там военные наши действия, действия руководства, но то, что мы нашли в себе силы терпеть и в это все вот вытащить и перемалывать, 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 наверное, в этом есть стратегический смысл и замысел, и отсутствие ресурсов, и главное, что людей, надо беречь людей. В этой ситуации вопрос, а кто в тылу? Кто воюет в тылу? Ну, да, хорошо, отдельные деятели культуры, так мы их назовем, кто-то там убежал, кто-то начал, так сказать, фигу в кармане показывать, кто-то начал заниматься пацифизмом ложным, вот, не понимая, что происходит и кто против кого воюет, а с другой стороны, вот смотрите, когда я уходил, вернее, я перестал быть руководителем телеканала «Спас», я же оставался там, и святейший патриарх там сказал, я цитирую, оставьте Костенко, он нам нужен, вот, да, значит, были несколько программ, консервативный клуб «Россия и мир», украинский вопрос, первый профессиональный разбор с полета с Украины был на канале «Спас» в течение многих лет, в прямом эфире, новое либеральное руководство этого федерального ресурса, первая программа, которая была закрыта, это был украинский вопрос, зачем? Мы там анализировали, как раз, вот, деятельность господина Грушевского, кто-то, кто он такой, откуда есть пошел украинский национализм, дело было сконструировано, он же неестественным образом появился, вот, это, ну, это уже сейчас, сейчас как-то стало более-менее известно, а тогда все это скрывалось, что это австрийцы, что это 912 год, потом немцы, поляки этим занимались очень активно, а потом в 48-м году, сейчас я не помню, в Нью-Джерси, да, под Нью-Йорком, был создан центр, и уже это пошло активно, вот, кстати, папа жены Ющенко, вот он как раз был, директором вот этого всего мозгового центра, который занимался официальной доктриной украинского национализма, я как-то плывем по Днепру, подходит дядя, Борис Игоревич, поскажите, а как вы попали в Россию? Ну, Костенко же фамилия, это фамилия Воронежских хохлов. Как вопрос поставлю? Как вы попали в Россию? Если я, как я отвечу, значит, ага, мы с ним работаем, или мы с ним не работаем? Как он на душе? Сейчас скажу. 97-й, по-моему, вот так где-то, если, да, где-то так. Как раз Шевченко, у него, значит, значок золотый, там Шевченко, Тарас Григорьевич. А в каком году Джордж Буш выступал, когда Горбачев у нас там у них? Ну, это я сейчас не помню, но это вот что-то там, нет, так это все, слушайте, ну, это все доктрина, она давно была, умные люди все это знали. Вот, например, вот сейчас 80 лет Хатынь, так сказать, праздновали, извините, отмечали, а вот, кстати, в программах, которые мы с Лешей делали, это впервые, это шок был, скандал, нас там таскали, а мы, собственно, сказали, что, вообще-то, это не немцы были, это были у Наунсо, вот, но даже дело не в этом, это уже, это уже все знают, а то, что была бумага, первого секретаря, Щербицкого, и тогдашнего первого секретаря Белоруссии, я сейчас забыл фамилию, ЦК КПСС, официально, она есть, и было сказано, что, значит, просьба вот не раздувать эту тему, да, вот, ну, там, фашисты, там, туда-сюда, чтобы это, чтобы не говорили, что это украинские националисты, ладно бы там какой-нибудь рух, как тогда, потом образовался, писал это все, это был первый секретарь ЦК КПСС, Щербицкий. Ну, личность неоднозначная, сейчас история Украины, вот, ее нелицеприятном виде, практически не написана, вот сейчас, только когда жизнь заставила, народ начал эту всю дрянь копать, а так там много еще интересного, например, лжепатриарх Филарет, Денисенко, вот у меня был случай, как раз я освещал Синод, как потом выяснилось, на котором его отлучали, я же не знал, что там за стенами-то происходит, а там скандал был, значит, они его обвиняли, он там в всяких скабрезных вещах обвинял, там, так сказать, ты, как ты себя ведешь, у тебя жена, дети, там, он им ответил, очень жестко, не буду цитировать, да, так вот, у Щербицкого и у Филарета дачи были по соседству, вот они соседи были по даче, рядом, дальше, сейчас, 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 мысль, как это была, да, вот, отсутствие работы на ближнее зарубежье, профессиональной работы, а если вы помните, вот есть такой депутат Затулин, у него есть институт СНГ, так это частная лавочка, у нас в Украине, формально, когда стали разбираться, есть только один формальный центр, это, сейчас, лаборатория, да, по-моему, лаборатория называется, украинистики-белорусистики в масонском государственном университете, все, больше ничего, я это знал, потому что когда-то мы делали большую передачу по союзному государству, и стали как-то копать, а кто Белоруссией-то у нас занимается, официально, и вот нашли этот центр, и все, там есть один человек, он, по-моему, там, он такой формальный, там что-то пять числится, и больше никого, то есть, у них десятки мозговых центров с хорошим финансированием, они оттащивают аргументацию, разрабатывают методички, спускают их всем, кому не лень, по всему миру, то есть, вы же видите, что, ну, может, вы там не все видите, но, фактически под копирку аргументационная составляющая антироссийской пропаганды в мире, она из определенных, из одного центра исходит, а у нас, как бы, это что? Это государственная политика, это разгильдяйство, это саботаж, как сейчас некоторые говорят, как это назвать? И вот, когда мы начали эти вопросы поднимать, выяснилось, что ответов на них нет, те люди, которые принимали решения, они до сих пор при должности, и даже мы не можем говорить сейчас о каком-то саботаже идейном, или, так сказать, антикустарственной деятельности, или то, что они там пятая колонна, мотив во много, процентов на 90, а может 95, следующий, это чиновники от журналистики, от культуры, которые понимают, что если сейчас с них спросят по гамбургскому, хотя, может быть, не очень хорошую метафору, счету, а король голый, они пустые, за ними ничего не стоит. И когда нужно сделать патриотическую акцию, ну, например, вот сейчас в нескольких театрах стали ставить пьесы на военно-патриотическую тематику, вот там, родина мать, Сталинградская, в окопах Сталинграда поставили недавно. Ну, да, как-то вот, тяжело, но сработало, более-менее. А вообще, очень тяжело сегодня найти национально ориентированных художников, чтобы они на тему классического произведения сделали адекват. Не, значит, там, какой-нибудь Садко в форме рэпера, да, пел, значит, на сцене Большого театра в известной опере, а это было адекватно и воспринималось. Вот я, у меня, есть пример перед глазами, я поехал в Питер посмотреть примеры оперы римского-корского сказания индивидуума городе Китежа и Деве Февронии. Она частично поставлена на известные, так сказать, вот, Петра Феврония и, значит, город Китеж. Значит, была раньше постановка, там, в Большом театре я видел очень давно, но там такая духовная составляющая была микширована, хотя, художник был Илья Газунов, жена его там костюмы, сделала шикарную постановку, но вот что-то было не то. Потом поставили в Мариинском в 10-м году, там, значит, все это было в каком-то, чуть ли не в цехе это все было сделано, ну, в производство. И вот они сделали новую постановку, Гергиев, значит, добился. Это глубоко христианское произведение с колоссальным зарядом и ни один критик не написал, кроме узкоспециализированного сайта, что это опера-литургия. Вы когда-нибудь слышали такое словочистание? Опера-литургия. Это самое сильное и самое мощное произведение малоизвестного композитора Римского-Курского, написанного в 7-м или в 9-м году, со сложнейшей музыкальной хоровой составляющей и глубочайшим патриотическим звучанием. Там, например, когда ордынцы подбегают к озеру Светлояр, а его нету, в Ките же там он отражается, и там у них реплика «Как велик, как страшен русский бог». В сале прям так трепет такой. Ну, причем, там музыка соответствующая. А последний акт, там же как, ну, все погибли, вот, потом они воскресают, и последний акт они практически поют в причастной позиции. То есть они в раю. И соответствующие тексты, фактически это молитвы, вот, но это сделало все, сделано все на высокопрофессиональном музыкальном уровне, и я поставил публика, публика, вот, не нравится, воспринимаю, еще как. Вот, и сейчас они привезли, это было позавчера, это я пошел, мы съемки организовали, просто сюжет снять. Они в заряде концертный вариант сделали. Ну, там рекламы было не очень много, ну, зал был полный, конечно, публика, ну, то, что она там не истовствовала, это, может быть, я слишком, но принимаю очень хорошо. Голоса, оркестр, хор, это мировой уровень, просто мировой. Вот это работает. Вопрос, а это где все? Кто об этом говорит? Кто об этом пишет? Вот, я говорю, что не один, были примерные, я посмотрел все рецензии, все репортажи телевизионные, которые только можно было посмотреть по премьере в Питере, она была в декабре, а уже операция шла. Это декабрь не позапрошлого года, а прошлого. То есть вот сейчас. Так там вот то, что я вам сказал, этого ничего нет. Ну да, там вот, значит, аллюзии с Петром и Февронией. То есть, когда есть вот русская составляющая, укорененная в творстве и в достижениях нашей русской философской школы, великих русских писателей, она же ведь неправильно и в школе преподается. Желание отбить, изучать русский язык, оно же вот, а кто этим должен заниматься? Кто должен выходить и так рассказывать молодым людям о красоте языка, который является их родным? А что такое поэзия? А почему вот эти слова сочетаются вот так вот? И что рождается на этом сочетании? Я зашел в магазин, лежит книжка, две с половиной тысячи, продается. Вот. Это называется «Великий блокпост». Ну и то, что она денег стоит, я просто назвал, что она серьезная. Это такая толстая, это сборник поэзии 2014-2022 донбассских поэтов. Это страшное дело, тексты. Николай Федорович Иванов рассказал мне, это представительство, писатель России, он сказал, что когда началась военная операция, пошли тексты стихов, просто какой-то лавиной. Графоманы, конечно, всякие, дилетантские, но были очень интересные. Потом пошли глубокие тексты, потом образные пошли, потом пошли рассказы, сейчас пошли повести, уже год прошел. И что он сказал? Ну, клипы мы не берем, и Бородовскую песню, вот она как бы в стороне. Сейчас скажу, почему. Тенденция та же самая, которая была во время Великой Отечественной войны. То есть, видно, за что-то такое задело, что народ начал писать. И это не московские салонные поэты, обкуренные. Нет, это обычные, вроде бы, как русские люди с неким даром. У кого там больше, у кого меньше, но искренность пробивает до слез. И, в общем, все очень серьезно. И это как раз говорит о том, что война имеет вот тот самый сакральный смысл. И приведу один пример вам. Вы все, наверное, в школе писали сочинение «Луч света в темном царстве» про грозу Островского. Гроза Островского была написана молодым человеком Островским, тогда еще не тем, который на памятнике изображен перед Малым театром. И там есть несколько таких точек непонятных. Вопрос я задам, вы, конечно, не ответите. Какова криминальная составляющая гибели Катерины? Ну, что она упала, с обрыва бросилась, а вот что непосредственно? Вот что? Добедение? Не-не-не, я имею в виду причину смерти. Да, ну, Измена. Да, зачем же? Ну, значит. Измена. Не-не-не, я имею в виду, ну, вот висок, она виском ударилась, она. Там есть реплика. Мужики, когда ее тащат, говорят, вот тут капелька на виске, она упала, ударилась, а якорь? Обо что? А якорь. А якорь? А что такое якорь? Это символ христианства. И возникает вопрос, а вообще о чем пьеса-то? Это нам, вот это там Писарев, да, революционно-демократический критик, а это же пьеса о промысле Божьем. Там же образ сада с яблоками. Купца зовут Савл, а Савл это кто? Это апостол Петр, его имя мирское Савл. Кабаниха, это она, да, это в данной росте. Катерина бежит, объевшись яблок, через калитку со своим любовником, как из райского сада. То есть, там немножко все, фокус смещен. Что нам подглядит, как протест против, значит, загнивающего режима, а на самом, на самом деле, там все по-другому. Все очень удивляются. И, кстати, я вот часто привожу эти примеры, вот народу нравится. Значит, роман Тихий Дон начинается с описания Семи Мелиховых, а первая сцена какая? Как они вошли рыбу ловить, и он Гришку начал на лодке увещевать, чтобы с Аксиней не путался. Ну, повещевая, хорошо, а дальше что? А дальше он Сазанов наловил, он говорит, ну, иди продай. И он пошел через деревню, там, через какому-то богатому, ну, сажиточному, там, казаку продавать. На встречу, народ идет с обедней, он, значит, пошел, продал, все, все хорошо, он на табах зародил. Откуда народ идет? С обедней? Ах, значит, вместо того, чтобы в храм Божий пошли вот рыбу ловить, зачем великий пролетарский якобы писатель Шволохов вот эту вот шпильку вставил? И там у него таких крючков. Вся русская литература 19 века, она велика, потому что она вся христоцентрична. Разве в школе об этом говорят? Нет. Литература веда, которая сформировалась в советское время, им влом об этом говорить. Потому что они в церковной, в христианской культуре не сильны. Не потому что они плохие. Ну, так сложилось. А почему централизованно культуру не насаждают? Где политика пространения культурных ценностей? Профессор Капица, покойник, он говорил, что если бы у нас телевидение было перед войной такое, как у нас сейчас, если он в 12-м году умер, то мы бы проиграли Великую Отечественную войну. Что телевидение это преступная организация. Что она распространяет сведения, которые деградируют и делают страну нашей страной дебилов. И получается, а где здесь государственная политика? Вот мы критикуем, что у нас ЕГЭ, так сказать, формирует знания отрывочные, а телевидение какие знания у нас формируют? Я человек из телевизора сам. Одно дело, когда зрители, вот вы начинаете говорить, так сказать, и критиковать, и плевать в этот ящик. А когда это делаю я, это, извините, другое дело, это другой, другой совершенно подход. Потому что я знаю, что бы можно было сделать. Вот, я не знаю, старое поколение помнит, был такой у нас замечательный популяризатор музыки и литературы, Ираклий Андронников, он же Ираклий Луарсабович Андроникашвили. Он просто сидел, как вот я сейчас, со стаканом чая, собирал, значит, в филармонии полный зал, это бывшее дворянское собрание в Петербурге, Ленинграде, и рассказывал сказки там про Лермонтова. И все слушали, открыв рот. Потому что он предлагал вот ту самую составляющую, глубокую, цивилизационную составляющую той культуры, наследниками которой все себя чувствовали, но не очень понимали, что такое. И с другой стороны, нет ничего интересного человека, работающего в кадре. Если он, вот я пытаюсь с вами искренне разговаривать, поэтому, может только полголоса, вот, что неправильно. У нас, к сожалению, вот, когда говорят о пропагандистской составляющей, забывают, что еще ремесленная. Вот и актеры, которые сейчас в кадре говорят, ну, у кого-то голос хороший, я вот уже устал хорошим голосом говорить, но если бы я правильно говорил, то я бы говорил немножко по-другому. Я бы дал густоты, напора, тогда текст слушается совершенно по-другому. И речь окрашивается в те тона, которые, как правило, при вот телефонном разговоре, они замирают. Эффект не достигается, искренность уходит, и горение не чувствуется. А если этого нет, то тогда акт коммуникации не происходит. И вот это все в совокупности, когда мы говорим о том, что сейчас происходит, вот это выдавливание профессионалов и тех, кто еще остался, которым есть что сказать на периферию, например, малый театр с его замечательными спектаклями. Он что, его показывают спектакли по телевидению? Нет. Картины выдающихся художников современных, которые сегодня в огромных количествах имеют место в рамках таких организаций, как Академия живописи военной изотчества имени Глазунова, Академия акварели Андреяки, еще несколько школ выдающихся. Там люди ломятся на выставке. Вот когда, помните, были случаи в филармонии, билеты продали за один день и на выставку Серова двери вынесли, потому что люди истосковались по подлинному, по искреннему, по незамутненному, по естественному, то есть, когда в естественных не интерьерах, а в помещениях исполняют живую музыку. Вот я имел счастье позавчера слушать хор оркестра Мариинского театра. Это вершина, в музыкальной культуре в мире. Слава Богу, перекрыли кислород, теперь они здесь работают. Но ведь это доступно только тем, кто пришел в зал или на выставку. Почему это не тиражируется? И получается, что у нас тиражируется совершенно другое. Третье сортное или в лучшем случае комомерческое. И вот тут мы возвращаемся с того, чего я начал. Конечно, молодежь нужно объяснять, что есть подлинное, а есть реклама. Когда вам впаривают что-то купить или воспользоваться какой-то услугой, вы же это чувствуете. Ну, может, не всегда, но более-менее чувствуете. А то, что вам заставляют вас потреблять вместе с рекламой суррогат, на основании которого вы не можете принять решение, вам валить из рашки или записаться добровольцем. посреди военностей. Вот как. Причем, если когда-то можно было так сказать, грань перевести вы за Путина или Крым наш или Крым не наш, то сейчас, извините, мы форму надеваем или мы форму не надеваем. Вот я так вот, мне вот 62 года уже, я мальчик большой, а так призвать бы призвали, ну да, я, конечно, мало чего могу, хотя по военной специальности я командир парашютно-десантного взвода с прыжками, там совсем, потому что я закончил лестовую физкультуру и мастер-спорт по Петербурге, а нас учили. Вот я подумал, а вот я что-то смогу, а потом смотрят там мужики такие пузатые, значит, воюют, ну ничего там можно было бы так в разведку. Там же, вот нас как учили, ничего же, ничего не поменялось, только чуть-чуть модификация БМД другая, скорострельность может быть что-то другое, а действие командира в организации дозора, она ничем не поменялась. И устав уяснить задачу, оценить обстановку, принять решение и отдать боевой приказ не изменился. Вот если применить этого к средствам массовой информации, а устав он кровью написан, уяснить задачу, у нас тут ее уяснил, подъем национального самосознания, укрепление в том, что мы идем правильным путем в правильном направлении. Это есть? Нет. Оценить обстановку. Но более-менее мы там оцениваем, что эти враги, мы чувствуем, что они враги, мы, может быть, не знаем до конца. А вот предатели они или сочувствующие, я имею в виду ближние зарубежья, вот эту всю тусовку, значит, или вот там, пардон, эстонцев, не точнее помянутых, ну, вот это кто? Они нам зачем? И почему мы себя так ведем с ними? Вопрос, вопрос. Народ недоволен, недоволен. И уже потом принимается решение, отдается его приказ. А решение принимается, значит, надо организовывать, там, допустим, вещание или культурную политику. У нас страна большая, культурные ценности сосредоточены в Москве и Петербурге. Что, что стесняться-то? Последнюю байку расскажу. Когда пришел Беглов, меня попросили написать доктрину канала Санкт-Петербурга. Я написал. И сказал, что канал Санкт-Петербург должен стать каналом, продвигающим то, что называется культурная столица на всю страну. Коммунальные новости останутся только на распространении внутри, так сказать, Петербурга Ленинграда. А туда мы будем давать. Значит, вот. И, значит, там была приписка, анализ был ситуации, которая там сложилась. И, значит, то, что надо сделать. Бумага попадает к чиновнику, который был членом Совета директоров этого канала. Работа на канале Пятый канал Санкт-Петербург. А там у меня было четко написано, что Пятый канал Санкт-Петербург, будучи государственным. Ну, местным, в смысле, и канал Санкт-Петербург Коммерческий, они были, в общем, в определенных отношениях. Но я же не знал, что она была тоже в этих отношениях. И у меня спрашивают, а что у тебя вот с этой чиновницей? Я говорю, я не знаю, кто это такая. А она там про тебя вот это, вот это, вот это, вот это. Я стал смотреть, говорю, о-о-о-о, какой я идиот, что же я сделал? В итоге канал Петербург остался там, где он остался. Мы пытались это сделать с вами, с каналом ТВ-центр, я же там был тоже руководителем каким-то, но тоже ничего не получилось, потому что это никому не нужно было. Если это не сделает вот сейчас, сейчас, то мне говорят, а что же будет? А я говорю, будет все очень просто. Соберутся, так сказать, приятные на вид мужчины, соскирдуют небольшой, независимый информационный капитал, и в Ютьюбе, ну, условно говоря, в Ютьюбе, запустят канал, цена его там, ну, 10-15 миллионов рублей в месяц, где будут сидеть в кадре историки, типа, или литературоведы, или киноведы, это то, кого сейчас нет. Есть же у нас кинокритики, которые обслуживают, вернее, объясняют, почему тот или иной фильм собрал в первую неделю проката какие-то деньги. А вот те кинокритики, которые будут вам рассказывать о том, что фильм, например, «Сердце Пармы» это антинациональный, антихристианский и антиисторичный фильм за один миллиард снятый народных денег. Кто же вам это позволяет? А такие уже есть. То есть у нас в кинематографе, в сценарном деле там очень много проблем. Народ будет смотреть. Вот у меня есть передачка, она выходила на канале 365. Было записано 385 минут, 385 выпусков. Они до сих пор показываются. А там же там сидят три историка и разговаривают. И вот это произойдет. Это уже происходит. Вот есть YouTube-каналы, там я где-то работаю, еще кто где-то работает, потому что такой великий, замечательный. Но кроме меня тоже есть люди приличные. И это сегодня воспринимается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok